Фильм содержит кадры насилия. Просмотр не рекомендуется лицам с чувствительной психикой. Самураи. Когда-то их боялись и почитали. А теперь останки, найденные в братской могиле, проливают новый свет на историю этих легендарных воинов. Только представьте, каково было сражаться таким оружием. Людей убивали одного за другим посреди дыма и пламени. Стрела проникла в ткань мозга. Это смертельный ран. Археологи и криминалисты изучают их ранения. Они поведают нам удивительную историю о том, как сражались и погибали самураи. Кладбище воинов. Ожившие самураи. В 48 километрах к югу от Токио находится прибрежный город Камакура. 15 лет назад бульдозеры, копавшие землю для строительства автомобильной стоянки, совершили здесь невероятное открытие. Они нашли целый скелет. А затем еще один. И дальше даже не десятки, а тысячи останков. Это настоящее массовое захоронение. Похоже, что здесь произошло сражение, или же массовая бойня. Ученые из медицинской школы университета Сан-Мариано, что неподалеку от Токио, изучают скелеты из этой братской могилы. Было найдено более трех тысяч человеческих скелетов. На некоторых из них мы обнаружили тяжелейшие повреждения. К исследованиям присоединяется Мик Высокий, ведущий мировой специалист по сражениям древности. Главные вопросы — что случилось с этими людьми и почему. Насколько мне известно, раньше такие повреждения в японских средневековых останках нам не встречались. Я лично не видел таких колотых ран, и к тому же в таких местах на теле. То же самое говорят мои японские коллеги. Сколько здесь ранений? Одно, два, три, и все сзади. Вот это выглядит довольно странно. Да. От этого ранения он точно погиб. Но с другой стороны, такие удары вполне могли быть нанесены японским мечом. Катаны? Катаны, да. Катана. Легендарный меч самураев. Как и европейские рыцари, жизнь и смерть которых порой зависела от причуд и прихоти их короля, самураи тоже присягали на верность своим феодалам. Команда разрабатывает интересную гипотезу о том, что эти останки связаны с важным событием в истории Японии, кровавой гражданской войной, в которой принимали участие самураи, и кульминация которой случилась в 1333 году. С одной стороны, Сёгунат, военное правительство Камакуры, во главе с родом Ходзё. С другой, войска императора Годайго, правившего в Киоту. Этот человек был намерен положить конец диктатуре рода Ходзё и восстановить мощь императорской власти в стране. Со времен первых Сёгунов, военных диктаторов Японии, императоры считались лишь номинальными правителями. Реальной властью они не располагали. Император Годайго еще в юном возрасте решил изменить эту ситуацию. Он был неистов и храбр, хорошо владел боевыми искусствами. Он хотел править Японией, как правили ей его предки. В 1333 году две соперничающие армии схлестнулись в жестокой битве. Два скелета сразу привлекают внимание ученых. Специалисты полагают, что их расположение в братской могиле указывает на время их смерти. Эти двое держат друг друга в объятиях. Их останки найдены на самом краю захоронения. Возможно, это указывает на то, что они погибли в самом начале войны. Это выглядит очень трогательно. Эти два человека были похоронены в одной могиле. Кости этого человека выглядят более тонкими, этого более крупными. Значит, это мужчина, а это женщина. Останки мужчины и женщины. Они лежат рядом, подобно двум влюбленным. Этой тайне уже больше семи веков. Нам также удалось установить, что они были примерно одного возраста. Им было от 25 до 35 лет. И умерли в одно время, скорее всего, вместе. Это могли быть муж и жена. Раны на обоих скелетах говорят о том, что они, по всей видимости, были нанесены в самурайском бою. Самурайский поединок представляет собой серию выверенных ударов, которые один за другим должны поставить противника на колени. Этот человек получил очень тяжелые травмы. напряжение в отношениях между военным правительством Родо-Ходзё и императором выливается в гражданскую войну. Этот самурай Родо-Ходзё, его жена и, скорее всего, ребенок, живут за стенами крепости Камакура. Незащищенные крепостной стеной, они могут стать жертвами внезапного нападения. Историк Том Конлан находит рисунки тех времен, на которых ясно видно, что им могло угрожать. На этом рисунке изображено ночное нападение. Этот рисунок представляет особый интерес. Здесь мы видим, как воины врываются в жилой дом и нападают на его обитателей. Семье угрожает смертельная опасность. Самурай-убийца из войск императора выполняет тайное задание. Переодевшись в чьордное обмундирование самураев дома Ходзё. Самурай Ходзё, готовься к битве! Мы знаем, что они погибли не в результате несчастного случая. Раны на их теле слишком жестокие, слишком многочисленные. Особенно на теле мужчины. Начинается ритуал самурайского поединка. В этих поединках очень важную роль играли ритуалы. И ритуалы эти были весьма жестокими. Way to go! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Он сражается, чтобы защитить свою семью. Эта схватка станет одной из первых в войне за будущее Японии. Девушки отдыхают. Самурай Ходзио получает первое ранение. Удар катаны рассекает ему левую руку. Эта кость называется лучевой. Она находится вот в этой части руки, проходит от локтя до большого пальца. Этот человек получил несколько довольно глубоких ранений. Очевидно, что удары были нанесены мечом. Они прорвали мягкую ткань и повредили кость. В результате ранения руки самурая рода Ходзио была повреждена кость. Такие раны обычно получали при защите в рукопашном бою. Самурай больше не может пользоваться поврежденной рукой. Однако рана не смертельна. Он продолжает сражаться одной рукой. Поняв, что противник ослаблен, самурай Императора целится ему в голову. Похоже, что его противник решил перестраховаться. На его черепе мы нашли несколько ранений. Это тоже входило в практику самурайского боя. Они обрушивали на голову противника целую серию ударов. Но опять же, эти удары не стали смертельными. Они очень болезненны, отсекаются фрагменты черепа. Человек истекает кровью, получает сотрясение мозга. Однако, скорее всего, еще не погибает от них. Получив тяжелые ранения, самурай Ходзио продолжает сражаться, но его участь предрешена. Археолог-криминалист Мик Высокий рассказывает про раны, ставшие для самурая последними. Судя по рисунку расколов на черепе, последним ударом был вот этот. По всей видимости, после первой серии ударов этот человек повернулся спиной к своему противнику, и тот нанес ему смертельный удар мечом в затылок. Такой удар может раздробить кость черепа и повредить головной мозг. Конечно, война — это всегда жестокость. Но представьте, каково было получить удар вот таким мечом. Криминалисты изучают скелет самурая рода Ходзио и узнают суровую правду о его гибели. На этом скелете мы не обнаружили следов прошлых травм. Будь это профессиональный воин, которому платили за то, чтобы он сражался и сражался вновь и вновь, скорее всего, он участвовал бы во многих сражениях и получил бы ранения, которые затем могли зажить. Это же, по всей видимости, был простой человек, который вынужден был взять в руки оружие в тяжелые времена, чтобы защищать свою семью. Как и многие самураи, дававшие клятву верности своему хозяину, павший воин владел искусством меча, однако не был профессиональным солдатом. Свидетельства указывают на то, что смертельный поединок был его первым боевым опытом. Традиция поединков самураев уходит корнями в далекое прошлое. К ним было принято относиться с почтением. Сердце боевого искусства самураев это их меч, катана. Сначала мы должны поклониться друг другу, затем достаем мечи. Меч — это душа самурая. К нему относились с предельным уважением. Самурайский поединок — это целое искусство. Сначала противники оценивают друг друга, выискивая слабые места в доспехах и техники боя друг друга. Я отражаю первый его удар, но он быстро отходит в начальную стойку и бьет снова. Я отражаю этот удар. Для отражения удара я использую тыльную, тупую сторону клинка, чтобы лезвие оставалось тонким и острым. Я делаю ложный выпад и как будто подставляюсь под его удар, но в этот момент наношу удар в руке. Катана создана таким образом, что, рассекая кожу и мышцу, она доходит до самой кости. Теперь у меня появляется отличная возможность нанести удар по шее. Форма самурайского меча традиционна и остается неизменной по сей день. Созданный семь веков назад, этот меч на несколько столетий опередил в своем совершенстве любое другое клинковое оружие мира. Археолог-криминалист доктор Джейсон Льюис сравнивает его с мечами рыцарей средневековой Англии. Вот что характерно для европейских мечей. Они оставляют очень широкие и неглубокие отметины, отсекая при ударе большие фрагменты кости. Как и предполагалось, меч переломил кость пополам. У него весьма тяжелое и толстое лезвие. Оно фактически наносит тупую травму. Удар оказался достаточно мощным, чтобы переломить бедренную кость коровы. Теперь Льюис испытывает гораздо более легкую и маневренную катану. Здесь, как мы видим, отметины гораздо более длинные и тонкие, потому что вся ударная сила катаны уходит вглубь кости. Хотя катаны намного легче, чем оружие английских рыцарей, ее удар столь же смертелен. Катана – это совершенное орудие убийства. При этом она настолько легкая, что пользоваться ей может даже ребенок. В Японии 14 века обучение самураев начиналось с трехлетнего возраста. Их учат, что в их мече заложено нечто особенное. Меч – это продолжение их души. Они верят, что в их мечах живет Бог, что Он защищает и оберегает их. Только божественное вмешательство может помочь теперь жене и сыну убитого самурая Хадзё в доме на границе территории Камакуры. Самурай армии императора намерен убить их. Жене самурая суждено погибнуть. Но она сражается за свой дом и своего ребенка. Женщина также получила два удара по голове. Возможно, она тоже дралась вместе с мужем, пытаясь защитить свою семью и дом. Ужасные раны на скелете вдовы говорят о том, что она тоже сражалась с убийцей из армии императора. Доказательство жестокого равноправия полов в средневековой Японии. Женщина тоже должна сражаться. Один из малоизвестных фактов из истории Японии это, что женщины тоже участвовали в войнах. Упоминаний об этом немного, однако в тех, что дошли до нас, говорится о том, что женщины-самураи дрались так же храбро, как и мужчины. В Японии не существовало различия по половому признаку. Если женщина была членом семьи воины, она должна была нести воинскую службу наравне с мужчинами. Возможно, им не приходилось как мужчинам присягать на верность клану или сёгуну, но они защищали свои дома. В Японии всех женщин из сословия самураев обучали искусству владения оружием, просто на всякий случай. После гибели мужа в схватку вступает женщина-самурай. Редактор субтитров А.Семкин Неглубокая резаная рана вот здесь, на теменной части черепа, рядом с макушкой. И ещё одна глубокая отметина на затылочной кости. Рана не зажила, а это значит, что нанесена она была незадолго до смерти женщины. Очевидно, что этих людей убили. Рассечение кости черепа вызывает обширное повреждение головного мозга. Как и её муж, она умирает за несколько секунд. Гибель этой семьи и многих других семей ознаменовала начало кровавой войны. Затем армия императора подходит к крепости Камакура. Город Камакура был хорошо защищён благодаря своему географическому положению. С юга его омывало море, а с остальных трёх сторон он был окружён кольцом гор, которое практически полностью изолировало его от внешнего мира. Опасный путь в Камакуру пролегает по семи горным ущельям. Это единственный способ преодолеть горное кольцо. Это были очень узкие проходы. Мы бы назвали их туристическими тропами. Если армия противника захотела в эти ущелья, ваши лучники, расположившись наверху, легко могли справиться с ней. Начинается битва за ущелья. Этот скелет, очевидно, принадлежал человеку, павшему в самом её начале. Он похоронен отдельно, но близко к основному захоронению. Учёные полагают, что этот человек погиб, когда битва только разгоралась. Это очень интересный, при этом весьма загадочный скелет. Он похоронен в отдельной могиле. Очевидно, это был необычный человек. Мы знаем, что в раннем возрасте у него был перелом ноги. Это видно по большеберцовой кости. Она довольно сильно изогнута. Это значит, что кость была сломана, а затем зашила со смещением. Также она значительно короче левой большеберцовой кости. По-видимому, он прихрамывал при ходьбе. Удивительно, но его хромота может рассказать о том, кем был этот человек. Как ни странно, скорее всего, он был монахом. Часто люди становились монахами, потому что имели какой-либо физический изъян. Они не могли выполнять другие виды работы, поэтому принимали монашеские обеты. Это довольно любопытно, потому что из исторических источников нам известно, что в той битве участвовало и погибло много молодых монахов. По мере наступления сил императора, каждый подданный Сюгуну Атахо-Дзё, включая монахов, должен сражаться за выживание в кровавой гражданской войне, которая закончится массовой гибелью людей. Ученые осматривают скелет, свидетельствующий о том, что монахи-самураи присутствовали в самой гуще сражения. На всем протяжении истории Японии монахи-воины и буддийские монастыри играли в войнах важную роль. В письменных источниках упоминается, что монахи читали заговоры от смерти в бою. Что интересно, в те времена существовали особые заговоры на различные варианты победы. Также существовали и заговоры проклятия. Все зависело от того, какой цели хотели достичь, чтением заговора. Они насылали на противника гнев богов, чтобы он потерпел поражение. Возможно, это произвело некоторый эффект на войска императора. Они боялись, что им придется сражаться со всевозможными демоническими существами наряду с обычными воинами, с мечами и копьями. После первой же стычки, по всей видимости, начали читаться эти заговоры и проклятия. И это продолжалось долгие недели. Существуют также письменные упоминания о том, что монахи участвовали в сражении. Например, известно, что в 1333 году всех монахов одного храма привлекли к участию в сражении. Именно они начали чтение этого проклинающего заговора. В важной битве за ущелье войскам рода Ходзё понадобится каждый человек, способный держать в руках оружие. В том числе и монахи. В этой битве воины сражаются не только мечами. Пересеченная местность идеально подходит для засад. Самураи Ходзё начинают обстреливать приближающиеся войска императора из луков. Летописи рассказывают об отважных бойцах Ходзё, которым некоторое время удавалось сдерживать натиск армии императора. Нападавшие продвигались вперед, волна за волной. Так велика была их численность. Защищавшиеся сражались упорно и затевали множество стычек. Так крепка была их оборона. Их громоподобные боевые кличи доносились до небес и сотрясали землю. Эпос Тайхейки. Войны Дома Ходзё слишком выдвинулись вперед, подставив себя под стрелы лучников армии императора. Криминалисты не могут сойтись во мнении относительно причины гибели монаха. Однако в ожесточенных боях за ущелье наиболее эффективным оружием оказался лук. Хорошо сохранившийся череп из массового захоронения показывает, насколько смертоносными были стрелы самураев. Вот очень интересный образец. Это типичная рана, полученная в результате попадания стрелы. Как видите, в конце борозды от черепа отколот маленький кусок, а само отверстие по форме очень похоже на наконечник стрелы. Я возьму стрелу, и вы увидите, как легко она входит в это отверстие. Она вошла вот под таким углом, и самурай, возможно, попытался вытащить ее. Скорее всего, она вошла в череп под углом не в 90 градусов, а под острым углом. Сила и скорость удара были очень высоки. Стрела пробила кость черепа, и, вероятно, повредила ткань мозга. Разумеется, это смертельная рана. После этого он уже не мог встать и продолжать бой. Стрела пронзает череп, что приводит к обширному кровоизлиянию в мозг. Самурай погибает мгновенно. Однако его гибель оказалась не напрасной. Армия императора не удается пройти через ущелья. Однако есть еще одна дорога, ведущая в самое сердце владений рода Ходзё. В битве за Камакуру у самураев императора есть еще один весьма эффективный козырь в рукаве. И ввод его в игру обернется горой мертвых тел на побережье Камакуры. Один скелет в особенности привлекает внимание ученых. На этом черепе два повреждения. Очень глубокая трещина вот здесь, в теменной части. И еще одна в затылочной. Очевидно, удар был нанесен мечом. Он отсек фрагмент кости. Необычная форма трещины на верхушке черепа означает, что удар был нанесен сверху. Хотя глубина ее говорит в пользу того, что нанесен он был именно катаной. Разгадать загадку помогают скелеты животных. Лошадей. Повреждения обнаружены на теменной части черепа. Значит, это, скорее всего, был пехотинец. И удар ему нанес всадник, проносившийся мимо на полном скаку. Второй же удар был нанесен под углом, и поэтому отсек кусок черепа. В этом и заключается, причина того, что данное повреждение отличается от повреждений на других скелетах. Удар по верхушке черепа скорее всего был нанесен катаной. Длина трещины соотносится с длиной клинка. В тесных ущельях применение кавалерии оказывается крайне неэффективным. Однако на последнем этапе гражданской войны природа дарует армии императора возможность обрушить всю мощь своей кавалерии на ослабленные войска рода Хадзё. В 1333 году на побережье Камакуры господствуют отливы. Решающий момент в битве за Камакуру пришел, когда море отступило настолько, чтобы позволить императорской армии обогнуть скалистый мыс, который сильно вдавался в море, и войти в город с южной стороны, со стороны моря. Отлив позволяет императорской кавалерии перейти в наступление. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 В летописях тех времен говорится, что море стало красным от крови. Без сомнения, в этой битве решались важные вопросы. Что скажут последующие поколения воинах, противоборствующих армий? Назовут ли их храбрецами, или же они прославут трусами? Эпос тайхейки. Судя по скелетам из другого массового захоронения, заключительная резня была проведена с крайней жестокостью. Видимо, эти люди тоже погибли в ходе гражданской войны 1333 года. Их останки сообщают ученым новые любопытные факты. Два скелета в особенности привлекают внимание археологов-криминалистов. В груди останков на побережье найдены раздробленные кости и черепа. Два черепа выделяются на фоне остальных. Их повреждения весьма необычны. Оба человека были обезглавлены ударами меча сзади. Мы точно знаем, что он был обезглавлен, потому что на третьем шейном позвонке отчетливо видна линия рассечения. Это очень ровная прямая линия, и, очевидно, сделана она была мечом, который вошел в шею жертвы. Вот под таким углом. Чтобы обезглавить человека, нужно, чтобы удар пришелся на третий или четвертый шейный позвонок. Если он придется на первый или второй позвонок, оружие заденет кости черепа и, скорее всего, также отсечет часть нижней челюсти. В данном случае клинок вошел в шею сзади, в области третьего шейного позвонка, и рассек его. Это классический пример казни через отсечение головы. Возможно, человека взяли в плен живым, затем поставили на колени и заставили наклонить голову, чтобы меч мог обрушиться на шею сверху. Самураи армии императора забирают головы павших воинов Ходзё в качестве трофеев. Таково право победителя. В результате в массовом захоронении оказывается более 500 обезглавленных тел. Лучший способ доказать победу — это привести с собой головы врагов. Потому что если у вас есть голова вашего противника, вы можете доказать, что ваш противник мертв. Тем не менее, два черепа были найдены в стороне от основной груды останков. Миг Высокий объясняет, почему. Эти два черепа были найдены друг рядом с другом. Этот человек был старше, а этот младше. Мы поняли это, потому что на этом черепе все кости срослись и даже начали врастать друг в друга. Это признак того, что это был человек зрелого возраста. А это был молодой человек. Посмотрите, его коренные зубы практически не сточены. В целом, все это соответствует историческим свидетельствам, в которых говорится, что при взрослом самурае всегда находился помощник, молодой самурай, который обучался у него. Состояние их черепов дает важную подсказку относительно того, кем могли быть эти люди. Поскольку люди получали денежные вознаграждения за трофейные черепа, часто они приносили черепа врагов не слишком высокого ранга, предварительно изуродовав их лица, чтобы их невозможно было опознать. Но здесь никаких признаков увечий нет. Скорее всего, это были именитые самураи. Поверженные высокопоставленные самураи из армии Ходзё привлекают особое внимание армии императора. Их заставляют встать на колени и подвергают ритуальные казни. Одним ударом меча палачи перерубают спинной мозг. Смерть наступает мгновенно. Черепа именитых самураев рода Ходзё служат подтверждением одного весьма необычного военного правила, соблюдавшегося в средневековой Японии. Существовала одна традиция, которую сейчас редко вспоминают. Особенно это было распространено среди высокопоставленных самураев. По японскому религиозному поверью, голову убитого на войне человека нужно было вернуть его семье. Казнь предводителей самураев Ходзё ознаменовала окончание битвы за Камакуру. Теперь судьба города зависит от милости императорской армии. Но император не пощадит никого. Битва за Камакуру окончилась поистине адской бойней. Город горел. Повсюду убивали людей. Людей резали прямо на улицах среди дыма и пламени. Те из самураев Ходзё, кто не погиб в бою и не был убит после него, бежали в близлежащие горы. В конце битвы за Камакуру самураи дома Ходзё бежали в горы и там совершили самое массовое самоубийство в истории Японии. Пока Камакура горит, сотни членов рода Ходзё, следуя самурайскому кодексу чести, принимают единственно допустимое для них решение. Один из самых широко известных самурайских ритуалов – это сеппуку, самоубийство посредством вспарывания живота острым кинжалом. Это давняя традиция, и каждый самурай знал, что в случае поражения в битве, дабы спасти свою честь и не быть убитым врагом, он должен лишить себя жизни самостоятельно. После падения Камакуры режим военной диктатуры Ходзё был свергнут. Император Го Дайго захватывает власть и становится единым правителем Японии. Захват и разрушение Камакуры – это уникальное событие в истории Японии. Ни до, ни после ничего подобного не происходило. Уничтожив род Ходзё, император достиг своей цели. Теперь он мог править Японией, как это делали его предки, на протяжении долгих веков до него. Мы привыкли считать, что в битвах люди проявляют героизм. Однако, помимо этого, в битвах очень много трагизма. Изучая раны на древних скелетах, мы снова и снова невольно задумываемся о том, насколько жестоким был мир в те далекие времена. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Денис Некрасов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова